Был выкидыш 14 недель, вторая беременность. Спустя три месяца обнаружилось 4G, 5G, PAI-1. РФМК повышен в три раза. Назначен кликсан, поможет ли он, либо нужно принимать аспирин от слойка и кровотечения в обе беременности. Здесь, конечно, обращает на себя внимание сам срок выкидыша 14 недель. Это слишком большой срок для нестандартного. Очень высокое повышение растворимых комплексов фибринмономера, который говорит косвенным образом об активации тромбина. Этот фактор указывает на то, что, скорее всего, идет очень высокая активация тромбина. В таких случаях назначаются препараты гепарина. Я думаю, что, по тем назначениям, назначение кликсана вполне оправдано, не зная ситуации. Здесь, конечно, важно посмотреть на эти факторы, про которые я вам говорил. Аутоиммунные факторы нужно проверить обязательно. Щитовидную железу нужно проверить обязательно, потому что это очень-очень значимый показатель. Я бы проверил, конечно, панель иммуноблот на антинуклеарные факторы, потому что здесь мы можем увидеть очень серьезные скрытые причины, которые могут ускользнуть из обычного исследования. Полиморфизм генов гемостаза по полной программе. Полиморфизм генов сосудистого тонуса по полной программе здесь нужно назначать. И уже тогда решать вопрос по поводу аспирина, дозировок и так далее. То есть, отслойки кровотечения в обе беременности очень серьезны. Но дело в том, что получается, какая ситуация. То есть, вот этот показатель РФМК – это растворимый фибрин-мономерный комплекс. По-разному бывают эти все аббревиатуры. В разных регионах, в разных республиках по-разному могут они обозначаться. Но смысл – это именно то, что растворимые комплексы фибрин-мономеров. Мы расцениваем эти растворимые комплексы фибрин-мономеров как косвенно высокий показатель активности тромбина. Тромбин – это тот фермент, который запускает, собственно говоря, полимеризацию фибрина. И он играет роль не только как фактор, который может быть причиной тромбофилии, но он может быть и фактором, который повышает тонус матки, и в том числе фактором, который может повышать отслойку плаценты. Поэтому, если мы вовремя улавливаем этот процесс, то тогда вот эти небольшие дозировки препаратов гепарина, которые назначаются осознанно врачом, с учетом всех показателей, которые у вас есть, вот так вот заочно по интернету или по телевизору. Я не могу сказать, насколько это важно именно в вашем случае. Но если брать вот такую общую систему – да, это понятно. Но одновременно понятно, что если на каком-то этапе процесс становится неуправляемым, да, это может приводить к отслойке. Именно высокие цифры тромбина, которые мы блокируем путем блокады вот этих всех вещей. Но для того, чтобы понять, что является фоном, на котором это все возникает, очень важно, конечно, полное обследование. Очень важно посмотреть, что у вас было в скрининге. То есть, какой был процентарный фактор роста, какой ПАИ-1, какие были вот эти вот все моменты. Поэтому здесь вот очень важно, конечно, как можно быстрее провести хорошее серьезное обследование.